Мы двигаемся дальше по основным причинам гипертиреоза. И пришло время рассказать о гипертиреозе с провоцированным амиадароном. Это сегодняшние хэштеги для удобства восприятия. И начнем, пожалуй, с того, что же такое амиадарон. Значит, амиадарон – это противоаритмический препарат. В чем его особенность? Ну, во-первых, он структурно напоминает тироксин. А во-вторых, в его составе есть огромное количество йода. Фактически, которое составляет 39% его веса. Почему слайд называется «Амиадарон индуцированной тиреопатии», а не гипертиреоз? Ну, потому что на самом деле амиадарон может вызывать не только гипертиреоз, но и гипотиреоз. Просто мы сейчас рассматриваем его в рамках гипертиреоза. Давайте посмотрим, какие же эффекты может оказывать амиадарон на щитовидную железу. Ну, во-первых, он занимается тем, что ингибирует диоденазу второго типа. Эта диоденаза превалирует в гипоталамогиписарной системе. Что будет, если ее ингибировать? Фактически, она отвечает за превращение Т4 в Т3. Если гипоталамогиписарная система не получает достаточно вот этого Т3-гормона, она считает, что организм испытывает нехватку этого гормона. Тогда она начинает, гипоталамогиписарная система, гипофиз, активно синтезировать тиреотропный гормон. К счастью, в этой ситуации, как правило, развивается эутиреоидная гипертиротропинэмия. То есть, ДТГ-то у нас увеличено, но в целом гормоны тироксин и 3-йод тиранин остаются в норме. Кроме того, аммиадарон, за счет того, что у него есть огромное количество йода, может по-разному действовать на щитовидную железу. От чего будет зависеть эффект этого аммиадарона? А на самом деле это будет зависеть только от состояния щитовидной железы. Если мы находимся в йод-дефицитной зоне, то, скорее всего, наша щитовидная железа будет голодная. Она будет постоянно стимулироваться ТТГ. В ней будут образовываться узлы разной степени активности. Мы можем еще не наблюдать у пациента вот это сокращение, которого не существует, которое здесь используется просто для удобства, функциональная автономия щитовидной железы. Это состояние может еще и не наблюдаться. Но как только мы назначаем пациенту аммиадарон, а фактически даем ему огромное количество йода, вот тут мы можем увидеть, как себя поведет железа, и она себя может повести очень агрессивно. То есть все это время она находилась в состоянии дефицита. Что такое функциональная автономия щитовидной железы? Это когда под действием ТТГ тероциты с разной степенью пролиферации начинают формировать какие-то узлы. Некоторые из них имеют такой дефект тероцита, как активный рецептор к ТТГ. То есть этот рецептор к ТТГ, он все время находится в активном состоянии. По сути, таким узлам ТТГ уже и не нужен. Им все равно, стимулирует их кто-то или нет, они сами по себе находятся в активном состоянии. Им только до йода, и они начнут активно продуцировать гормоны. Что, собственно, и происходит, и мы видим картину тиреотоксикоза. К счастью, эта ситуация не так распространена, потому что в большинстве случаев мы с вами работаем в развитых странах. И даже если мы находимся в йод-дефицитной зоне, население, как правило, получает йод извне. То есть с солью, с хлебом. То есть государство заботится о пациентах и снабжает их достаточным количеством йода. И, как правило, такую картину, конечно, мы с вами не увидим. Это редкое явление. Но в пожилом возрасте есть еще особенности. Это формирование многоузлового зуба. И некоторые узлы могут проявлять разную степень активности. И они также могут перейти в тиреотоксическое состояние. В норме же, в норме, избыток йода по принципу вот этого феномена Вольфа-Чайкова, напомню, значит, избыток йода может погасить синтез транспортера йода в тироцит. То есть как бы его ингибировать, подавлять. В результате железа захватывает меньше йода, меньше синтезирует гормонов. И это все приводит к состоянию гипотиреоза. Сначала субклинического, а потом и клинического. Это феномен Вольфа-Чайкова. В здоровой железе он длится недолго. Но отмечено, что у пациентов, у которых отмечается наличие антител к тиреопероксидазе, в половине случаев вот этот феномен Вольфа-Чайкова приводит к манифестации аутоиммунного тиреоидита. То есть эти пациенты в итоге переходят в гипотиреоидное состояние, не транзиторное, а постоянное. Ну и наконец, амиадарон. Третье его действие – это токсическое действие на щитовидную железу. То есть он фактически вызывает ее деструкцию. Тем самым тоже вызывает тиреоидит, но об этом сейчас мы поговорим. Итак, напоминаю. Значит, амиадарон обладает тремя типами действий. Первое – ингибирует определенный фермент, который оказывает непосредственное влияние на синтез Т3. И этот фермент представлен в основном гипоталам гипофизарной системы, в связи с чем гипофиз начинает синтезировать ТТГ, потому что считает, что организм испытывает недостаток гормонов. И это приводит пациента к аутиреоидной гипертропинемии. Амиадарон обладает, так как он внесет в себя огромное количество йода, может либо спровоцировать железу на синтез гормонов, если эта железа была голодная до йода, или же наоборот может вывести ее в гипотиреоз, если в общем-то железа была сыта и с ней все было хорошо, и особенно на фоне пока еще не манифестировавшего аутоиммунного тиреоидита. И наконец, амиадарон, третье его действие, это токсическое, когда он фактически начинает разрушать щитовидную железу. Итак, что же мы в итоге имеем? Значит, первое. Чаще всего, почему обведено в квадрат, в красный, чаще всего в развитых странах мы будем иметь дело все-таки с гипотиреозом, патогенез которого будет основан на эффекты Вольфа Чайкова. Сытая железа, ей ничего не надо, она начинает ингибировать транспортер низ. И, в общем-то, для таких пациентов картина клиническая будет довольно стертая. Нарушение синтеза гормонов будет выявляться в динамическом наблюдении за такими пациентами. Сначала мы увидим снижение ТТГ, а затем, возможно, мы увидим снижение Т3-Т4. Лечить таких пациентов довольно просто. Назначается заместительная терапия. Но для пациента может быть и непросто, а для врача довольно просто. Назначил гормоны, левотироксин и отпустил пациента. Но могут также развиваться и гипертироидные состояния. Их два типа в зависимости от патогенеза. Первое – это когда на фоне приема амиадарона у нас может манифестировать либо функциональная автономия щитовидной железы, то есть это многоузловой зоб, где узлы имеют разную активность. Или же это может быть манифестация болезни Грейвса. Я напомню, что болезнь Грейвса – это генетически детерминированное заболевание. И нужны некоторые триггерные факторы для того, чтобы началась аутоиммунная стимуляция этой щитовидной железы. И амиадарон может выступать таким триггером. Поэтому в основе этого заболевания, этого проявления, этой тиреопатии, лежит эффект йод базедов. Напомню, эффект йод базедова – это когда при поступлении большого количества йода вот эти узлы, которые были голодными, или при болезни Грейвса – это не узлы, а диффузное поражение щитовидной железы. Получая этот йод, они начинают активно синтезировать, что мы можем проследить и на сцинтиографии. Естественно, мы увидим гиперваскулиризацию. Почему? Потому что стимулирующее действие ТТГ влияет не только на формирование этих узлов, но и провоцирует дополнительную воскулиризацию щитовидной железы. И, собственно, это нам позволит дифференцировать это заболевание. К сожалению, на сцинтиографии не всегда мы увидим узлы. Дело в том, что... Дело в том, что вот этот амиадарон, так как он содержит большое количество йода, ну и, в принципе, пациент может изначально не быть йод-дефицитным, соответственно, его железа будет насыщена йодом. И так, и когда мы дойдем до диагностики, когда мы этому пациенту сделаем сцинтиграфию, железа будет насыщена йодом. И она не будет захватывать и технецей. И мы получим вот такую вот бледную картинку. Это как раз эффект йод-базедов. Он может вот так манифестировать. Поэтому здесь указано, что сцинтиграфией может быть как гипо, так норм, так и гипер. Показывать картину вот этих горячих узлов. Ну, к счастью, конечно, чаще мы будем сталкиваться либо с гипер, либо вот с такой картиной. Но мы будем сразу понимать, что здесь имеет место насыщенная щитовидная железа, насыщенная йодом. Поэтому ничего удивительного. Значит, что мы можем предложить такому пациенту? К счастью, с таким пациентом мы сталкиваемся редко. Чаще это проявляется у мужчин, кстати. Этим людям предлагаем тереостатическую терапию. Если, естественно, если невозможно отменить аммиадарон. Тереостатическую терапию мы его доводим до эотириоза. Здесь выписала дозировки тиамазол в концентрации 30-40 мг в сутки. Значит, в этой дозе. И в дальнейшем этим пациентам предлагаем йод, ну или удаление йод-131, да, вот это вот радикальная терапия, или удаление щитовидной железы. Хорошо, что редко их встречаем. Но есть еще и второй аммиадарон-индуцированный гипертиреоз. Его патогенез основан на тиреоидите. Вот к этой картинке вернусь, да. Одно дело, когда избыток йода, и мы получаем гиперактивные узлы. И вторая ситуация, это когда именно токсическое действие препарата ведет к разрушению щитовидной железы. Если есть, имеет место разрушение щитовидной железы, значит тиреоглобулин, который содержится в фолликулах щитовидной железы, будет попадать в кровоток, в общий кровоток. Поэтому отдифференцировать это заболевание мы можем, померяя в тиреоглобулин. В иностранной литературе также увидела настойчиво в качестве дифференциальной диагностики увеличение интерлекина-6. Напомню, что интерлекин-6 играет большую роль вообще в аутоиммунных, воспалительных заболеваниях. Но я, например, в России не видела распространенного теста на интерлекин-6. И его, наверное, и не будет. Поэтому, скорее всего, дифференциальную диагностику придется проводить по тиреоглобулину. И то, скорее всего, еще заказывать его в какой-то сторонней крупной лаборатории. Такой тиреоидит будет иметь тертую картину. А почему? Ну, потому что какое-то там вяло текущее воспаление в щитовидной железе. То есть на сцентиграфии мы толком ничего не увидим. Она будет гипо... Картинку гипохогенности давать. Не хогенности, а, соответственно, меньше захвата технеция. Как лечить такого пациента? Нам надо снять воспаление. Поэтому, естественно, назначаются глюкокортикоиды. Приднизолон в дозировке 360 мг в сутки. Порядка на 8-12 недель. То есть это 2-3 месяца. И молимся, что это транзиторное состояние. Потому что если это транзиторное, к счастью, в большинстве случаев у таких пациентов, это будет единственный случай гипотиреоидита. И в итоге мы ему назначаем, во-первых, глюкокортикоиды, а во-вторых, временно замещаем нехватку гормонов, то есть заместительной терапии левотироксином. Хорошо. Но у части пациентов, к сожалению, вот это воспаление рецидивирует и переходит в хроническую форму. И на фоне постоянного лечения глюкокортикоидами у них еще и развивается кушинг. И нам ничего не остается, кроме как предложить удаление щитовидной железы. Поэтому, значит, вот эти все три состояния нам нужно дифференцировать друг от друга. Ну, как правило, это комплекс исследований. И, да, гормоны, вот при эффекте йода-базедова нам поможет доплер, да, УЗИ с доплером и сцинтиграфия. При втором типе, так как это воспаление, нам поможет тиреоглобулин, возможно, интерлекин-6, если у вас есть такая возможность. Ну, и опять же, да, гормоны. Но чаще всего все-таки вы будете иметь дело с гипотириозом и заместительной терапией. К сожалению, если это транзиторная ситуация, это одно дело, да, то есть заместительная терапия на время приема аммиадарона. Но если гипотириоз, скажем, если мы не можем отменить аммиадарон, и второй момент, это если это была манифестация аутоиммунного тиреоэдита, то есть у пациентки, например, был тиреоэдит Хошимота, он никак себя не проявлял, за исключением того, что у нее были антитела к тиреопироксидазе. И вот у половины таких пациенток, у которых находят антитела к тиреопироксидазе, к сожалению, развивается аутоиммунный тиреоэдит, который в дальнейшем дает постоянную картину гипотириоза в ях. Значит, что еще мы должны знать о препарате аммиадарон? Во-первых, если мы назначаем пациенту этот препарат, этот пациент должен постоянно находиться на динамическом наблюдении именно по щитовидной железе. То есть щитовидную железу, ее функцию нужно каждые 6 месяцев проверять, как минимум сдавать на гормоны, то есть на ТТГ, Т3, Т4. Ну хотя бы ТТГ, Т4. И нужно понимать, что период полувведения этого препарата очень длительный. То есть если у нас есть возможность отменить препарат аммиадарона, то на заместительной терапии пациент находится еще длительное время после отмены препарата. То есть вот только период полувведения у него полтора месяца. Кроме того, аммиадарон накапливается в жировой ткани. Это означает, что чем тучнее ваш пациент, чем больше у него жировая прослойка, тем дольше он будет нуждаться в этой заместительной терапии на случай, если у него развился этот гипотириоз. И это требует более тщательного сбора анамнеза. То есть если у вас приходит пациентка с признаками гипотириоза, поинтересуйтесь, а не проводилась ли у нее терапия за год до этого, например, аммиадароном. Более того, она может даже не знать, что у нее проводилась терапия аммиадароном. Она могла находиться в отделении, не знаю, реанимации, к примеру, и там ей назначали этот противоаритмический препарат. Она, конечно, знать не знает, что он у нее был. Но через год у нее может развиться вот такое состояние. Поэтому анамнез приходится с этим препаратом собирать очень тщательно и задолго до того, как у пациента появилась какая-то манифестация.